В начале октября в Владикавказе состоялся Всероссийский форум «Голос региона». Мероприятия были организованы в рамках Всероссийского марафона «Здоровье и победим ожирение», объединив усилия, проводимого Национальным медицинским исследовательским центром эндокринологии Министерства здравоохранения России на базе Северо-Остинской госмедакадемии при поддержке Министерства здравоохранения Республики и Общероссийского общественного движения «Стройная Россия». И сегодня эндокринологи, участники третьей междисциплинарной конференции «Управление возрастом и качеством жизни в современном мире реалий и возможностей» Ольга Васюкова и Жанна Неклюдова в нашей студии готовы ответить на самые актуальные вопросы по теме избыточного веса и правильного питания. Ведь число людей, страдающих ожирением, растет с каждым годом неуклонно. В России статистика также неутешительная. По данным экспертов, каждая вторая женщина и каждый третий мужчина имеют лишний вес. Кто виноват и что делать? Доктора, помогите! Добрый день! Спасибо, что пригласили, потому что на самом деле тема избыточной массы тела, ожирения и здоровья, она актуальна как никогда и для нашей страны в том числе, потому что это проблема, которая на сегодняшний день затрагивает все наше население, и взрослое, и детское. И на самом деле отношение к этому диагнозу до сегодняшнего времени в нашей стране было очень и очень легким. Всегда считаю, что это просто нарушение пищевого поведения, что это просто какая-то ленность, что это нежелание, пищевая распущенность, да. Хотя эксперты во всем мире и ВОЗ, почти что 50 лет назад, Всемирная организация здравоохранения, и европейские организации, и американские организации давным-давно признали, что ожирение – это все-таки болезнь. И поэтому мы, будучи эндокринологами, также говорим о том, что ожирение – это серьезное, хроническое, инвалидизирующее заболевание, которое требует очень внимательного отношения. И неважно, кто столкнулся с проблемой лишнего веса – ребенок или взрослый, мужчина или женщина – это всегда повод задуматься и обратиться к врачу. Вы спрашиваете, почему это происходит? Ведь понятно, что человек уникален по своему набору генов, и, наверное, стоя 200 лет назад, наша генетическая составляющая не была значительно другой, нежели чем сейчас. Что-то произошло в мире, и в первую очередь вокруг нас, что привело к тому, что наши гены, оставшись теми, которые они были, все-таки стали по-другому реагировать на ту окружающую среду, в которой мы растем. Наиболее распространенная на сегодняшний день теория, почему так происходит, то есть проблема не только касается России, но и всего мира, говорит о том, что человечество исторически накапливало те гены, которые позволяли человеку в трудных условиях, в условиях не всегда широкой доступности еды, выживать. То есть вызывал тот организм, который мог накапливать и сохранять эту энергию. А на сегодняшний день человек, как уже оказавшись в окружении, изобилие еды, высоко калорийной, которая не требует дополнительного расхода энергии, то есть мы не тратим сегодня столько на нашу жизнедеятельность, сколько тратили наши даже дедушки и бабушки, и все это приводит к тому, что эти гены оказывают нам как раз-таки плохую услугу. То есть нам не нужно есть столько, сколько мы едим, такое качество, такое пищи, которое мы сегодня получаем, и в наших условиях малоподвижности. Но в современном мире еда, она также выступает как антистресс для человека. Возможно, он еще и проблемы какого-то психологического толка заедает. Вы абсолютно правы. И это очень печальная страница. Почему? Потому что на самом деле современный ритм жизни, он настолько стрессогенный и для ребенка, и для подростка, и для взрослого человека, что, конечно, он пытается компенсировать эти все воздействия, в том числе получением удовольствия. И, конечно же, в первую очередь, самый простой способ получить удовольствие – через вкусную еду. Поэтому сегодня для того, чтобы решать проблему избыточного веса, и особенно ожирения, как раз-таки мы и объединяем усилия врачей разных специальностей. Это тяжелое, серьезное, хроническое, инвалидизирующее заболевание. Поэтому не только эндокринолог, но еще и кардиолог, и гастроэнтеролог, и в том числе вот ту тему, которую вы очень важную поднимаете – психолог, а иногда и психотерапевт. Потому что за диагнозом ожирения может скрываться совершенно тяжелое еще и психическое заболевание. Сам по себе лишний вес может переводить к развитию депрессии, потому что человек с лишним весом, он менее подвижен, он менее привлекателен и для себя, и, возможно, в том числе в глазах общества. Он не всегда понимает, что он делает не так, и не всегда готов пойти и спросить, что он делает не так. И все это вызывает у него дополнительное нежелание, может быть, двигаться и приводит к развитию тяжелой депрессии. Но, с другой стороны, за диагнозом ожирения могут скрываться на самом деле и сами по себе другие психические заболевания. Поэтому, конечно, мы всегда привлекаем, для пациентов с ожирением мы всегда стараемся привлечь еще и помощь психолога. Это не очень принято и традиционно в нашей стране. Но если мы хотим, чтобы лечение ожирения было успешным, мы должны думать и о том. И поэтому на сегодняшний день, например, под угидой нашего центра федерального медицин-эндокринологии, мы как раз-таки говорим о том, что для лечения ожирения должна работать целая команда специалистов. Это, в первую очередь, эндокринологи, терапевты или врачи общей практики. И обязательно с привлечением диетолога, который расскажет о том, как нужно правильно питаться в современных очень непростых условиях и как правильно выбирать эту еду. И обязательные врачи ЛФК, которые расскажут, как правильно двигаться в современных условиях, потому что мы понимаем, что наше движение, с одной стороны, ограничено, с другой стороны, мы можем позволить дополнительные занятия в фитнес-зале или даже в пределах нашей повседневной активности, мы можем выбирать те вещи, которые будут способствовать дополнительному расходу энергии. И обязательно привлекать вот в эту команду, которая занимается пациентом с ожирением, привлекать, конечно же, психолога. Отдельно стоит проблема подростков и их избыточного веса, потому что также подростки, казалось бы, они должны тратить кучу энергии и просто не позволять себе набирать этот лишний вес, но опять же вес растет. Почему так? Тема детского ожирения, она, к сожалению, на сегодняшний день еще, наверное, более печальна, чем тема взрослого ожирения. Объясню, почему. До настоящего момента в нашем сознании присутствует мысль о том, что пухлый ребенок – это хорошо, это здорово, это умильно, это так восхищает всех окружающих и родственников, с одной стороны, а потом мы же думаем, что это же ребенок, он все равно вырастет, у него такая хорошая скорость процесса метаболических, и поэтому, к сожалению, в первый раз на прием с проблемой лишнего веса к нам приходят подростки, это 12-13 лет, когда их масса тела уже превышает 90 и 100 килограммов. И, к сожалению, очень многие метаболические процессы уже запущены, и даже в этом возрасте, 12-13 лет, подросток имеет все те же заболевания, которые имеет взрослый человек в возрасте 50-60 лет. Поэтому вот это на самом деле опасная ситуация. Поэтому как бы нам не хотелось радоваться пухлости, пухлость, пухлости, рознь. То есть мы всегда должны понимать, что есть нормы роста и веса и для детей, и для взрослых. И каждый раз, когда мы приходим к педиатру или к терапевту, всегда замеряет рост, вес и рассчитывает нормы. То есть если пухлый ребенок укладывается в границу нормы, у девочек, у мальчиков разного возраста, в силу того, что ребенок растет и растут они по-разному, будут свои нормы. Так вот если рост и вес при наличии родительской пухлости укладывается вариант нормы, все хорошо, никаких проблем нет. Но если пухлость выходит за границы нормы и становится избыточной массой тела или даже ожирением, то здесь уже независимо от того, сколько лет ребенку, 2, 3, 4 или 5 – это заболевание, которое требует лечения. Доктора, как рассчитать индекс массы тела и понять, есть ли у меня лишний вес? Но это скорее, знаете, шпаргалка для тех, у кого дефицит критического мышления. Пожалуйста. Рассчитать индекс массы тела – это нужно знать свой рост, вес. Рост мы возводим в квадрат и берем вес в килограммах. Нужно разделить вес на рост метр квадратных. Мы получаем такую цифру, которую можно посмотреть по табличкам, где будет критерий нормальный индекс массы тела, избыточная масса тела и дальше уже идет категория ожирения. У деток свои таблички, у взрослых своя табличка, да. Для мужчин и женщин у нас табличка, она одинаковая. Но здесь, наверное, хотелось бы подчеркнуть, что как раз-таки индекс массы тела, он не учитывает гендерные различия мужчина-женщина, он не учитывает количество мышечной ткани, также не берется в расчет количество жировой ткани. Поэтому, наверное, один из таких методов, как измерение окружности талии, то есть мы берем просто сантиметровую ленту и измеряем окружность талии. У женщин норма до 80 сантиметров, у мужчин до 102 сантиметров. Здесь нужно понимать, что мы говорим не о неких эталонах красоты, а мы говорим именно о вот той тонкой грани метаболического здоровья. То есть когда это еще некая такая грань, что мы можем говорить, что да, коррекция образа жизни, и когда мы уже говорим, что это действительно ожирение, это заболевание, которое требует уже активных вмешательств. И как любое заболевание, наверное, предполагает какую-то терапию? В основе терапии избыточной массы тела и ожирения в первую очередь, как бы нам этого хотелось или не хотелось, лежит изменение образа жизни. Это самое сложное из всего, что на сегодняшний день возможно, потому что... И одновременно самое легкое. И самое легкое, да, это то, что в принципе не требует хирургических вмешательств, каких-то сложных диагностических процедур. Затрат. Но это то, что требует изменять привычки. Это всегда очень сложно. Мы с возрастом обрастаем определенными поведенческими, хортиологическими особенностями, и вдруг в 30, 40, 50 лет нам говорят, что все, что вы до этого делали, это не совсем правильно, и нужно меняться. И вот здесь, конечно, широкое поле деятельности и взаимодействия между пациентом и врачом. Итак, что такое изменение образа жизни на сегодняшний день? Это пересмотр питания в первую очередь. Это пересмотр двигательной активности во вторую очередь. В третьей это именно привлечение психолога, потому что мы не всегда даже можем уловить те тонкие особенности нашего поведения, отношения к еде. Не заедаем ли мы, не делаем ли мы что-то такого, что подспудно нам говорит о том, что у нас есть тревожные звоночки, и нам нужна психологическая помощь. Не потому, что у нас какое-то психиатрическое заболевание, нет, конечно же. А именно как научиться относиться в том числе к своим генопривычкам по-другому, для того, чтобы быть не просто худее. Мы ведь не преследуем цель снижения только веса как такового. Наша основная цель позволит человеку оставаться как можно более здоровым, активным, для того, чтобы человек мог выполнить в этой жизни все, что он хочет, без каких-либо оглядов. Поэтому в первую очередь это, конечно же, изменение образа жизни. И это здорово, потому что здесь усилия пациента, они всегда оправдываются. И часть наших пациентов, они даже приходя к нам, уже при таком совместном длительном диалоге, рассказывают нам свои способы. И здесь поле творчества совершенно, ну, если, конечно, в пределах разумных значений, это не голодание, не какие-то экстремальные виды спорта, а совершенно здоровый образ жизни, который помогает. Конечно, в ряде случаев этого оказывается недостаточно. Или в тот момент, когда приходит пациент, и мы на этапе диагностики ожирения дополнительно у него выявляем сахарный диабет, повышение давления, заболевание печени, то, конечно же, в этих случаях мы обязательно привлекаем медикаментозную терапию. И очень отрадно сказать, что на сегодняшний день и для взрослых, и для детей есть совершенно хорошие работающие препараты, которые обладают тем дополнительным... Обладают, с одной стороны, они и лечат, и они удерживают вот это желание пациента меняться. Потому что мы знаем, что длительно соблюдать диету, длительно заниматься спортом, иногда это немножечко утомляет, через 6 месяцев, особенно когда пациент сначала худеет, потом длительное время не видит результата, потому что организм должен перестроиться, и на это нужно время от 6 до 9 месяцев, и это является совершенно нормальным процессом. Но для человека, конечно же, это всегда вот, ну что такое, все делаю, не ем, спать, ложусь вовремя, а весы вот как замерли на одной отметке, и 3 месяца ничего не делают. И вот в этот момент тоже добавление медикаментозной терапии, оно творит чудеса. А, кстати, вот это состояние, да, пограничное, или такой эффект плато, наверное, да, больше подходит. А с чем оно связано? Как его объяснить? Может быть, как-то это поможет пациентам в этой стадии? Это замечательный вопрос, и я очень хочу, чтобы все наши пациенты, и даже просто кто на сегодняшний день находится в борьбе со своим лишним весом, знали, что на самом деле у нас очень непростой организм, который очень не спешит расставаться с набранными килограммами, потому что они же, они заставляют расслабляться, они заставляют чувствовать себя более такой спокойной, уютной атмосферой, конечно же. И поэтому здесь вот прямо даже контроль головного мозга, он говорит, ну, оставь, все хорошо, зачем тебе это? На самом деле сегодня очень много исследований, которые показывают, что в момент изменения образа жизни мы стараемся ограничивать избыточное поступление калорий, мы стараемся больше двигаться, и в этот момент происходит так называемый эффект адаптивного термогенеза. То есть наш повседневный расход энергии, он также снижается. То есть организм, мы вспомним, да, что древние гены, которые у нас ориентированы на то, что они должны сохранить это количество энергии для того, чтобы организм выжил, и тут вдруг все было хорошо, человек набирал, а в какой-то момент он решает ограничить себя даже в поступлении лишних калорий с шоколадкой или с бокалом пива. И организм, конечно же, говорит так, надо посмотреть, что же он придумает дальше, мой хозяин. И поэтому, например, очень простой пример, что происходит, что такое адаптивный термогенез, да, снижение расхода. Например, если вы в жизни до того, как вы решили снижать вес, пили чай, заваривая его в красивом чайнике, серверуя красиво стол, да, то есть на процесс выпить чашки чая у вас уходило там от 5 до 15 минут. Адаптивный термогенез, когда вы взяли, включили электрический чайник, бросили пакетик чая, залили его кипятком, и вы получили ту же чашку чая, только с намного меньшими усилиями. Дело в том, что этот эффект адаптивного термогенеза, он тоже временный, но он может занимать от 3 до 6 месяцев. То есть организм перестает, и как только организм поймет, что нет, вы строго решили бороться дальше с этими лишними килограммами, он, конечно же, уже дополнительно даст возможность сжигать лишнюю энергию. Но второй опасный момент, и почему на сегодняшний день все эндокринологи и диетологи категорически не рекомендуют увлекаться низкокалорийными диетами, гипокалорийными диетами, потому что вот такое вот резкое ограничение может очень сильно снизить основной обмен, энергетический обмен. И тогда, к сожалению, вот этот вот эффект снижения веса, он будет на самом деле неэффективным. Женщины – это как раз-таки та часть человечества, которая диетами увлекается особо. И вот тут, наверное, тоже стоит проявить осторожность. Жанна? Да, конечно, я хотела бы, наверное, знаете, подчеркнуть про… прозвучало от Ольги про основной обмен нашим зрителям, да, немножко прояснить, что основной обмен – это та часть энергии, которую тратит ваш организм. Ну, например, да, вы лежите просто на диване, лежите, дышите и, может быть, не совсем часто моргаете. И вот на то, чтобы мы лежали, билось наше сердце, дышали легкие, организму также необходима затрата энергии. То есть вот это берется в расчет, то есть при минимальной физической нагрузке затраты энергии в виде вашего основного обмена. Посчитать есть различные формулы, его можно посчитать, но в среднем, если мы возьмем девушку, там, весом 60 килограмм и рост 1,60, ее основной обмен будет примерно 1400-1600 килокалорий, там, в зависимости от возраста. И здесь как раз-таки, если мы говорим уже о неких диетах, и со стороны Ольги прозвучало о гипокалорийных диетах, то здесь важно отметить то, что вот увлечение вот этими гипокалорийными диетами – это то, что будет ниже основного обмена, который организму необходим. Но если мы, лежа на диване, редко моргая, начинаем уже хотя бы переворачиваться сбоку на бок, хотя бы чуть-чуть двигаться, то расход энергии со стороны организма, он возрастает. Отсюда, наверное, сейчас и такой основной посыл со стороны врачей, диетологов, эндокринологов, мультидисциплинарных о том, что увлечение вот этими гипокалорийными диетами, экстремальными диетами – это то, что ниже вашего основного обмена. И мы говорили о платах, мы говорили о снижении веса. Так вот, по данным рекомендаций ВОЗ, то есть некая такая, мне хотелось бы дать посыл нашим зрителям, что по рекомендациям ВОЗ мы должны снижать вес где-то примерно 200-400 грамм в неделю. И здесь нужно понять, что если вы худеете, это же такой пролонгированный во времени процесс, и обозначить ту цифру, на которую вы хотите похудеть, и элементарно рассчитать. Да, то есть за какой период времени вы достигнете того желаемого результата. И вот в этот период времени, даже в полгода, включить какие-то, я не знаю, там, периоды напряженной работы, может быть, это будут какие-то праздники, это будет ваш отпуск, когда мы обсуждаем с человеком, с пациентом, что в этот период времени нужно, ну, хотя бы поставить для себя цель – это вес не набирать, да, это вес несколько удерживать. Поэтому по поводу именно измерения веса, здесь бы тоже хотелось бы, наверное, отметить, что не всегда вес – вот ежедневное, еженедельное взвешивание на весах, когда вы встали на правильный образ жизни, когда вы включились в этот процесс. Иногда это вот прям такая навязчивая идея, то есть каждый день встаем на весы и ждем некой вот той заветной цифры, немножко отпустить, да, эту ситуацию. И, например, как я уже говорила, измерение окружности талии, измерение окружности вообще размеров, оно может стать даже большим вашим союзником на пути к достижению результата по снижению веса. В продолжение вопроса про диеты, опять же, наверное, сейчас женская аудитория прильнет к экранам, мы сами любим назначать себе, ставить диагноз, назначать себе терапию, и диеты мы тоже выбираем, ну, как бы по наитию. Вот это тоже не совсем верно и может привести к каким-то необратимым последствиям. Ну, смотрите, мы сейчас говорили о том, что ожирение – это все-таки заболевание, и заболевание, наверное, должно корректироваться специалистами. Это могут быть врачи разных специальностей, врачи-терапевты, врачи-эндокринологи, гастроэнтерологи, гинекологи. И сегодня наш посыл к тому, что если вы хотите, да, обследоваться по поводу избыточной массы тела, по поводу ожирения, если вы видите, что набираются лишние килограммы, то лучше обратиться к специалисту, то есть не узнать у своей подруги, а как худела она и что помогло ей, а именно обратиться к специалисту, пройти ряд определенных обследований, которые назначит доктор, и он же интерпретирует и расскажет, и назначит и рекомендует уже тот, наверное, план изменений, хотелось бы это подчеркнуть, на пути к вашей той самой цели по снижению веса. Если мы говорим о женской аудитории, если мы говорим о женщинах, то здесь хотелось бы подчеркнуть о том, что избыточная масса тела, что избыточная жировая ткань и ожирение, оно на самом ранних этапах сказывается отрицательно на репродуктивной функции. То есть... Так же, как и дефицит? Конечно, да, конечно. И частота нарушения менструальной функции у девочек-подростков, у которых есть избыточная масса тела, гораздо чаще, нежели чем у девочек-подростков, у которых нормальный вес. И дальше, если мы двигаемся дальше по возрастам, то порядка, наверное, 25% женщин детородного возраста, то есть это будущие мамы, это женщины в том прекрасном периоде репродуктивной своей активности, 25% женщин имеют ожирение, и порядка 30% имеют избыточную массу тела. И здесь тоже хотелось бы сказать о том, что частота репродуктивных нарушений увеличивается с увеличением индекса массы тела, с увеличением окружности талии, что способствует и нерегулярности менструальной функции, и, конечно же, нарушением цикла, и, как следствие, это бесплодие. И даже если беременность наступает естественно или при помощи вспомогательных репродуктивных технологий, то частота ранних потерь беременности выше у женщин с избыточной массой тела и с ожирением. Частота развития осложнений во время беременности, таких как гестационный сахарный диабет, эклампсия, да, это угрожающее состояние именно потерям беременности гораздо выше. И это требует отдельного внимания не только со стороны акушеров-гинекологов. И опять то, о чем говорила Ольга, это вовлечение мультидисциплинарной команды по ведению вот этой беременности. Поэтому здесь хочется, наверное, подать такой основной посыл, что если есть вопросы у женщины, если хочется узнать о том, что будет конкретно для нее правильным, то лучше обратиться к специалистам. Почему-то менее важные вопросы, такие бытовые, мы привыкли решать при помощи специалистов, привлекая парикмахеров, стилистов, а вот вопросы, касаемые нашего здоровья, мы оставляем, ну, это как-то сильно. Мы решаем с помощью интернета, с помощью социальных сетей. И это вот то, к сожалению, что мы видим на сегодняшний день, когда к нам приходит человек, уже обследованный неоднократно, уже с простынью расписанных биологически активных добавок, которыми он лечил свои проблемы. И вот очень сложно именно врачу вот в этот момент стартовать, потому что нам приходится не только лечить болезнь у данного пациента, но еще и последствия неправильной терапии. А то, что касается, например, детей, здесь и недопустимость вообще в принципе применения ряда, в первую очередь, препаратов в детском возрасте, которые могут повлиять и на ту самую репродуктивную функцию и у мальчиков, и у девочек. Поэтому здесь, конечно же, все сложнее. Поэтому основная просьба не заниматься самолечением. И, собственно, мы почему и призываем всех, что это на самом деле сложно. Ведь весь мир не может на сегодняшний день справиться с проблемой ожирения. Это же вот только представить, сколько существует институтов, лабораторий, это на самом деле сложно. Поэтому, будучи уверенным, что открыл интернет, прочитал название препарата «Гормоны». Иногда ведь приходят даже дети и подростки, которые получают гормональную терапию, потому что вот мама где-то прочитала, там или бабушка прочитала, что это полезно. И что все с щитовидной железой связано, и поэтому назначение левотероксина поспособствует снижению веса. Не будет этому способствовать, поэтому самое главное – просьба не заниматься самолечением. Помимо вот такого бесконтрольного и нерационального питания, может ли спровоцировать набор веса недосып? Конечно. И недосып, и неправильная ходьба, но в первую очередь недосып. Сегодня также и Всемирная организация здравоохранения, Европейские комиссии пересмотрели. Нормы сна, например, для подростка это минимум 8 часов, для детей более младшего возраста это 9 и больше часов. Для взрослого человека, мне кажется, от 7 часов у нас нет нормы сна. И еще очень важно, когда мы спим. То есть вот именно время засыпания, оно тоже очень важно, потому что гормоны, гормональная регуляция является циркаднозависимой. То есть у нас ряд гормонов, которые в том числе влияют на аппетит и контролируют аппетит, вырабатываются в определенные часы ночи, с 12 ночи до 4 часов утра. И поэтому очень важно в этом промежутке не просто спать, а спать глубоким сном. Поэтому в норме мы должны стараться засыпать хотя бы в 22-30, если мы хотим справиться с проблемой лишнего веса. И на сегодняшний день есть большое количество исследований, которые доказали, что даже просто засыпание вовремя и продолжительность сна не менее 8 часов уже это одно способствует снижению массы тела. Бодипозитив ошагает по планете. И вот отношение к этому явлению социальному оно неоднозначное. Это и про любовь к себе, про принятие своего тела, каким бы оно ни было. И в то же время это может оправдывать вот такие состояния болезненные, как ожирение. И вот для вас, как для экспертов, это больше что? Про принятие себя или все-таки диагноз? Ну, наверное, 50 на 50, я бы так, наверное, ответила. Я соглашусь, да? Положительная, наверное, составляющая бодипозитива заключается в том, что это такая сообразная социализация и психологическая поддержка, потому что на самом деле мы все разные, и есть категория людей не просто с лишним весом, с какими-то особенностями физических недостатков или еще чего-то. И вот для того, чтобы общество очень злое, и для того, чтобы вот просто человек не страдал, да, вот от такого агрессивного отношения к обществу и общества по отношению к нему, конечно же, бодипозитив – это дополнительная защита. То есть ты не должен быть, как все. Ты имеешь право быть не таким, как все. И это нормально, вот принятие себя такой, как ты есть. И если общество поддерживает такое направление, это тоже хорошо. Но, к сожалению, мы не всегда можем остановиться на золотой середине. И вот та отрицательная часть бодипозитива, которая сегодня тоже, к сожалению, наблюдается, это уже интеграция, вот не просто, что не ты, как все, а нежелание и менять что-то. То есть это такая популяризация уже, опять же, того же нездорового образа жизни. Одно дело, когда ты понимаешь, что это есть вот особенность, и ты с этим борешься, и ты делаешь все для того, чтобы оставаться более здоровым, и общество помогает тебе в этом. А другое дело, когда ты начинаешь это пропагандировать, как вот такой вот крайний образ жизни, что это вариант нормы, и ставя нездоровые привычки, которые привели, собственно, к этому, переводя их в норму, в принятии. Вот это, наверное, то опасная грань, которую не нужно никогда переступать. Соглашусь полностью, что 50 на 50, что поддержка и со стороны общества для людей, у которых есть избыточная масса тела ожирения, чтобы не было, да, стигматизации, но с другой стороны, чтобы действительно, как говорит Ольга, это не переходило в некое такое уже навязчивое патологическое состояние, что мне комфортно, я так вижу, а мы с вами сегодня говорим о том, что ожирение – это все-таки заболевание, которое требует коррекции, пускай медикаментозный и не медикаментозный. И на сегодняшний день ожирение, к сожалению, убивает количество людей на планете в достаточно большом количестве. И вот самая страшная статистика, опять же, по детям и подросткам. Если ребенок имеет диагноз ожирения в юном возрасте, очень в небольшом проценте эти дети, и сегодня уже накоплены данные и 24 года наблюдений, и 40 лет наблюдений, которые показывают, что эти дети рано умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. И единственная причина – это лишний вес в детском возрасте. Если мы будем говорить также о репродуктивном здоровье, то сейчас, наверное, на первый план также выходит тема фитального программирования. То есть это с каким весом мама, да, женщина, вступила в беременность. И если у нее был уже избыточный вес во время беременности, то она передает, как бы программирует на свое поколение, на своего ребенка именно вероятность развития у ребенка, в том числе, избыточной массы тела и ожирения. Сейчас это много обсуждается, и тоже есть такая очень интересная тема, мы затрагивали тему питания, это также, что какие предпочтения, вкусовые пристрастия у мамы во время беременности, это даже не вкусовые предпочтения и пристрастия у ребенка, это даже трансформирование на пищевое поведение у ребенка в будущем. Когда мы говорили о вот этом переходе от нездорового образа жизни к здоровому, понятно, что мы должны быть мотивированы, что мы должны консультироваться у специалистов, но все равно же случаются срывы. Как быть здесь и как их преодолевать и жить дальше? И не, знаете, как чтобы это не отменило все ваши предыдущие заслуги? Ох, как я люблю тему срывов, со своими пациентами. В первую очередь хочется сказать, что срыв — это нормально. Нужно дать себе возможность некой такой идеальной картинке, что я вот на пути к своей цели, к своей заветной там циферке на весах, к каким-то килограммам. Нужно понимать о том, что мы все находимся в реальном мире, в котором будет, мы только что обсуждали, стресс, качество сна. Мы живем вот в таком не неком вакууме, а нас окружают те или иные люди, события. Поэтому дайте себе возможность быть настоящим. Это первое. Дайте себе время, не ставьте себе каких-то сверхцелей. Любая сверхцель, ну, например, похудеть за, там, к отпуску, за месяц на 30 килограмм — это сверхцель, которая потребует от вас сверхусилий. Вы не... Либо выгорите и сорветесь, либо если вы не придете к той сверхцели, то будет что? Разочарование. Правда? Поэтому здесь хотелось бы сказать, что срыв — это нормально, и нужно давать себе возможность проживать эти срывы и проанализировать их с вашим специалистом, почему этот срыв случился, что было причиной срыва, и, соответственно, выбрать для себя тактику. А если в следующий раз такая ситуация случится, что вы будете делать? Как вы будете поступать в такой ситуации? Чтобы успокоить, что это является вариантом нормы, абсолютно подержу Жанну, ведь мы, когда начинаем бороться с лишним весом, у нас еще очень сильно меняется гормональный фон. Поэтому срывы, они как раз-таки имеют и гормональную основу, и это наш контроль центральной нервной системы, то есть организм пытается заставить нас не расставаться с этими килограммами. Поэтому это нормальное явление, и ожирение — это хроническое заболевание, поэтому у него будут периоды ремиссии, периоды обострения, и это на самом деле просто лишний повод прийти к своему врачу и рассказать, да, вот наделал, что дальше? Но человек — это существо достаточно ленивое, и мы привыкли при помощи одной волшебной таблетки решать все проблемы. И вот те самые волшебные жиросжигающие таблетки мы можем призвать в борьбе с лишним весом, или стоит от них отказаться? На сегодняшний день в арсенале эндокринологов есть определенный набор препаратов, которые обладают на самом деле хорошим эффектом. Это официальные препараты, которые разрешены, они есть в виде таблеток, есть сейчас препараты в виде уколов, но есть одно большое «но». Эти препараты назначает только врач. А вот заниматься самолечением, найдя и какие-то отзывы в социальных сетях о тех самых жиросжигающих таблетках, конечно же, категорически нет, потому что это препараты относятся к группе биологически активных добавок, которые не имеют ни как под собой никаких клинических исследований, которые не доказали свою как минимум безопасность, не говоря уже о том, что они не доказали эффективность. Поэтому, как бы нам не хотелось найти эту волшебную палочку, она у нас точно есть. Это наше желание меняться и помощь врача. И наша продуктовая корзина, с помощью которой мы можем как раз-таки изменить себя к лучшему. Что должно в нее входить? Что мы туда должны положить? Как изменить свой рацион? Наверное, даже, я бы сказала, не продуктовая корзина, а продуктовая тарелка. То есть набор тех продуктов, которые желательно видеть у себя на тарелке. И здесь в первую очередь то, что рекомендует нам ВОЗ, это мы должны съедать в течение дня 400-500 грамм овощей и фруктов. И у меня сразу возникает вопрос, кто из нас съедает такое количество овощей и фруктов. И говоря об овощах и фруктах, здесь важно подчеркнуть, что это должны быть все зоны овощей и фруктов, те, которые есть сейчас, в данный момент. Они могут быть свежие, они могут быть замороженные, глубокая шоковая заморозка, которая применяется. Это все вполне-вполне допустимо. Конечно, в нашей продуктовой тарелке, на нашей тарелке хочется видеть источники белков и источники сложных углеводов. То есть, когда мы говорим о сложных углеводах, это сразу возникает большой вопрос. Это та, наверное, категория продуктов, от которой очень часто люди на пути к снижению веса отказываются. Хотя они могут быть для нас очень хорошими помощниками. Я просто позволю себе напомнить, что сложные углеводы это цельнозерновой хлеб, цельнозерновые макароны, это крупы, от которых не стоит отказываться. Источники белка, это могут быть как животные источники белка, это и кисломолочные продукты, яйца, это мясо птицы, рыба с морепродуктами и красное мясо. И, конечно же, источники растительных белков, это могут быть горох, бобовые, фасоль, чечевицы. Все это разнообразие должно и может лежать в вашей тарелке. А пройдя какую обработку термическую? Потому что многие любят жареную, да с корочкой. Если мы говорим о таком обработке пищепроцессе, как жарить, то, наверное, не самый рекомендованный способ обработки продуктов, приготовления пищи. Дайте предпочтение, может, запекание, да, или тушение, это, может быть, какие-то паровые обработки. Гриль сюда относится? Да, гриль. Ну, мясо, гриль, овощи, да. Гриль, мясо, наверное, скорее, не чем, да. Если мы хотим получить углеводы, из какого продукта мы их гарантированно получим в том количестве, в котором необходимо, и не переберем вот эту норму? Из овощей, в первую очередь. И это будет не жареная картошка, и точно не картофельное пюре. Это будут капуста, это будут баклажаны, кабачки, огурцы, помидоры. А если речь о десерте? На сегодняшний день всевозможная молекулярная кухня идеально сделает из тех же овощей совершенно воздушные десерты. Поэтому десерты, конечно, лучше, чтобы были какие-то молочные, может быть, йогуртные. И, опять же, вопрос количества. Если это будет кусок торта, съеденный раз в неделю после обеда или между завтраком и обедом, ну, точно ничего плохого от этого не будет. Главное, чтобы этот кусок торта не был три раза в день и семь дней в неделю. Вопрос в количестве. Касаемо этой тарелки, в каком процентном соотношении эти самые углеводы, жиры и белки должны там располагаться? Ну, если мы смотрим на тарелку, то, получается, половина тарелки должна быть представлена овощами. Те, которые мы перечислили, желательно в свежем виде, это вся листовая зелень, в том числе, может находиться на тарелке. И, получается, вторую половину тарелки мы делим еще пополам. И, соответственно, у нас одна четвертая часть приходится на белковые продукты, одна четвертая часть приходится на сложные углеводистые продукты, цельнозерновые продукты. За сколько часов до отхода ко сну мы должны закрыть дверь кухни и больше не вспоминать эту зону в своей квартире? По рекомендациям, которые существуют сейчас, для взрослого человека за три часа до сна. А ваша отношения? Ребенку разрешают за два часа до сна. Есть и хорошие новости. Да, в 22.30, если мы договариваемся, что в норме, ну хотя бы в 11 часов, мы ложимся спать, соответственно, в 8 часов мы точно покидаем кухню. Ваше отношение к интервальному голоданию, которое сейчас очень популярно? На сегодняшний день не доказано преимущество интервального питания. Это очень интересный вопрос. Интервальное питание – это питание, ограниченное во времени. То есть есть несколько видов интервального питания. Есть питание, которое подразумевает питание, например, два раза в день с интервалом в 12 часов, то есть, соответственно, в 6 утра и в 6 вечера и больше ничего. А есть немножечко другой тип интервального питания, которое разрешает есть, например, с 9 утра до 3 часов дня и потом, соответственно, не есть. И в том, и в другом случае эффект какой-то дополнительной пользы такого питания, она пока что не доказана. Весь мир работает, то придет исследование, что да, есть положительное влияние. Тут же идет большая оптимистическая работа, что нет. Поэтому это все-таки не для всех. Это, наверное, все-таки не очень физиологично. Поэтому это скорее вариант какой-то диеты, которая может быть рекомендована каким-то ограниченным времени определенному количеству людей, но не может быть популяризирована как для лечения ожирения избыточной массы тела для всех. То есть у нас есть вид несколько диет, кетогенная диета, та же низкокалорийная диета, например, для пациентов, которые прошли бариатрическую операцию для снижения веса, да, и там как раз-таки вот в первый, особенно, месяц, как раз назначается питание с очень ограниченным колоражем. То есть есть вариант узких диет, которые, ну, фактически стационарные, которые могут использоваться по каким-то спецпоказаниям. Но если мы говорим о лечении ожирения вообще и в целом, то это в первую очередь норма калорийный рацион по возрасту. И еще раз возвращаясь к норма калорийному рациону, ведь идея в чем? Когда человек приходит к диагнозу ожирения, это значит, что, как правило, в своей обычной, привычной жизни до прихода к врачу он потреблял в полтора, в два, а то и в три раза больше калорий в день. Соответственно, при норме, то, что говорила Жанна, там полторы тысячи, он, если мы начинаем считать дневнички питания, это, как правило, 2 800, 3, а то и больше тысячи калорий. Поэтому и идея не в том, чтобы сразу дать ему гипокалорийную диету на тысячу калорий. Понятно, что от 4 тысяч на тысяч он будет голодать, и он не выдержит эту диету. А мы и говорим о нормо-калорийном рационе по возрасту, чтобы убрать тот избыток, который он до сегодняшнего дня имел. Вы сказали о хирургическом вмешательстве, как еще одном способе избавиться от лишнего веса. В каких случаях она применяется? Бариатрическая хирургия, которая связана с удалением части органа, например, в случае желудка, либо удаление части желудка и кишечника, это вариант, скорее всего, такого отчаянного лечения ожирения. То есть это решение, которое требует консилиума врачебного, с четким пониманием, что мы испробовали все способы. И несмотря на то, что пациент, мы видим, комплоентен, он на самом деле соблюдает все, что мы ему рекомендовали. Он совершенно находится в правильном психологическом статусе, он понимает, на что он идет. Для пациентов с выраженным, с морбидным ожирением, когда индекс массы тела превышает 35, а чаще 40, когда есть тяжелые сопутствующие заболевания, связанные с этим лишним весом, которые мы не можем компенсировать, то есть есть тяжелый сахарный диабет, и нам сложно его коррегировать обычными методами, которыми мы корригируем. Есть тяжелая артериальная гипертензия, есть синдром абструктивного апноэ сна, когда человек может просто погибнуть во время сна. И мы видим, что год, два, три мы наблюдаем за человеком, он на самом деле привержен терапии, он похудел на какое-то время, но это, например, не привело к улучшению контроля его коморбидных состояний, либо все равно сохраняется морбидное ожирение. В этом случае может быть рассмотрен вопрос бариатрической хирургии. И на сегодняшний день во всем мире и в нашей стране она проводится. Но это эксклюзивная категория пациентов. Почему? Потому что это то, что приводит к уменьшению органов, либо к удалению органов. И все те рекомендации по изменению образа жизни, которые человек получает, просто столкнувшись с диагнозом ожирения, он должен будет выполнять пожизненно после проведения таких операций. Это очень сложная система, достаточно наблюдения, с восполнением дефицита витаминов, микро-макроэлементов, длительным. Поэтому, да, это эффективная терапия, которая помогает, которая спасает жизнь не в ряде случаев, но, опять же, не для всех, а только для той категории пациентов, где она на самом деле оправдана. А тогда вернемся к консервативным способам решения проблемы. Мы сказали о корректировке питания, режима дня, и, наверное, должны упомянуть также о физической нагрузке, про которую мы почему-то забываем в обыденной жизни. Очень хороший вопрос. Мы все знаем, что нужно двигаться, и стандартный ответ пациента, который приходит к нам на прием, вы занимаетесь спортом? Да, доктор, я занимаюсь спортом. Каким образом? Я раз в неделю хожу в бассейн, или я раз в неделю посещаю тренажерный зал. И тут же вопрос, а сколько раз в день вы кушаете? Да, есть несоответствие между даже трехкратным приемом пищи в течение дня или в режиме «бинон стоп» с 6 вечера до 12 ночи и вот тем самым разовым посещением бассейна. Поэтому, конечно, у взрослых и у деток на сегодняшний день немножечко разные рекомендации, но в целом, если мы говорим о лечении ожирения, то нормой двигательной активности для взрослого человека будет хотя бы 240 минут в неделю занятий спортом. А если мы говорим о ребенке или подростке, это 60 минут ежедневной физической активности. Более того, в нашем центре проводятся на сегодняшний день исследования научные, которые показали, что не всякая физическая активность еще и будет способствовать снижению веса. И поэтому не просто походить, погулять или на велосипеде покататься, а для того, чтобы вы получали доказанный эффект по снижению веса, вот эта двигательная физическая активность должна быть еще и непрерывной хотя бы в течение 40 минут. То есть просто утром до школы или до работы 20 минут, потом до магазина 20 минут, и все это сложить в 40 или в 60 минут в день недостаточно для эффекта жиросжигания. Поэтому если вы хотите бороться с лишним весом, то, пожалуйста, час в день нужно будет погулять. Женщина, опять же, отдельная история, потому что нам легче накопить тот самый жировой запас или труднее от него избавиться. Ну, здесь про физическую нагрузку я, наверное, добавлю, что для того, чтобы она была регулярной, то, о чем говорит Ольга, она должна приносить удовольствие. То есть не из разряда, что вот мне идти в спортклуб, как сказала одна из моих пациенток, у меня сразу портит настроение. Выберите тот вид нагрузки, чтобы он был регулярным, который приносит вам удовольствие. Для того, чтобы вы туда шли, это могут быть танцы, я не знаю, это может быть просто действительно пешие какие-то правильные прогулки. Но это должно быть на регулярной основе и в удовольствии. Я думаю, что для жителей Владикавказа мы целый день находимся в этом замечательном городе, вот в таком зеленый город, с такими красивыми улочками, с такими вот аккуратными историческими зданиями. Поэтому просто выйти вечером, придя с работы, поужинав, и выйти с ребенком пообщаться, с женой пообщаться, просто включив в наушники хорошую музыку и просто выйти, и вот походить среди всего этого великолепия, природы, этих гор, этого воздуха, это просто вот у вас все для этого есть. Спасибо, доктора, и я надеюсь, что наши зрители услышали все рекомендации и будут строго их соблюдать. Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.